Музыка На один день актовый зал седьмой школы превратился в сказочный мир. Более 150 детей из всех детских садов Ленинского района собрались здесь, чтобы принять участие в музыкальной гостиной. Мероприятие уже стало у нас доброй, хорошей традицией. Мы его проводим в девятый раз. Это приобщение детей к классической музыке. Вот такая цель. Таким образом, посредством искусства музыкального происходит развитие личности ребенка, приобщение его не только, как мы видим, классической музыки, но и классической детской литературе. В разные годы музыкальные гостиные были посвящены таким великим творцам, как Пушкин, Шопен, Чайковский. В этот раз темой выбрали 320-летие книги Шарля Перо «Сказки матушки Гусыни», в которую входят 8 всемирно известных и всеми любимых произведений. Организаторам мероприятия, кажется, удалось воплотить в жизнь невозможное – соединить все сказки в одно логически развивающееся действие, где главными героями, безусловно, стали дети. Когда я сижу сам за кулисами и смотрю, что у нас происходит, я сам остаюсь под большим впечатлением. Меня еще долго очень держат. Мне это приносит как музыкальный руководитель, конечно, дает мне большое вдохновение. Я думаю, что дети, вы видите, как они реагируют. Они «О, это же, по-моему, это все этим сказано». С большинством сказок Шарля Перо дети были знакомы и до музыкальной гостиной, ведь это мировая классика, на которой выросло не одно поколение. Какая у тебя любимая сказка о Шарля Перо? «Красная шапочка». А почему? Потому что там волк, и бабушка, и мама, и серый волк, и охотник. Как принц превратился в чудовище. У него грубый характер, слишком гордый, слишком гордый. Ну он же в конечном итоге стал добрым. Ну да, его чары расселись, когда красавица его полюбила. Она полюбила, чары расселись. Ты думаешь, любовь способна на такие чудеса? Да. Красная шапочка. Почему? Потому что она хорошая, и добро побеждает злое. К музыкальной гостиной педагоги дети и родители начинают готовиться задолго до мероприятия. Большинство костюмов шьются своими руками, да и декорации, творения общих усилий. Этот праздник не просто знакомит семьи с шедеврами мировой культуры. Он объединяет и раскрывает талант ребенка. То, что это обычные дети, а танцуют как настоящие профессионалы. Ведь сколько талантливых у нас детей, и сколько талантливых руководителей, которые ведь половина костюмов сделана своими руками. И очень, очень празднично, очень торжественно все это. Здесь нет победителей. Это не конкурс. Все дошкалята выступают на равных условиях. И в завершении музыкальной гостиной им вручают подарки на память о таком ярком и добром моменте их детства. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.